Солнечный свет Вокруг своей оси Осевое вращение Земли Представляет собой вращение планеты В плоскости своей орбиты Под углом 66,5 градусов Земля вращается в направлении Запада на восток Против часовой стрелки Если смотреть с полярной звезды То есть с северного полюса Если наблюдать с космического корабля Землю в течение года То можно заметить Что Солнце всегда освещает Только одну, какую-либо половину Земли Таким образом На одной половине планеты Наступает день А на противоположной в это время Ночь Один оборот вокруг своей оси Земля совершает за 24 часа За этот отрезок времени Которые принято называть сутками На Земле день и ночь Сменяют друг друга Сутки делятся на 24 часа Один час делится на 60 минут А одна минута на 60 секунд В то же время Земля обращается вокруг Солнца Такое движение называется орбитальным Земная орбита имеет форму овала Эллипса Проходит она на расстоянии Около 150 миллионов километров От Солнца Солнце по отношению к центру Земли Немного смещено Из-за этого Земля То приближается к Солнцу То удаляется от него Ближе всего к Солнцу Наша планета оказывается В январе В это время расстояние от Земли До Солнца составляет 147,5 миллионов километров Дальше всего Земля отдаляется от Солнца В июле В это время расстояние между Землей и Солнцем Составляет 152,2 миллионов километров Один виток по орбите Земля совершает за 365 суток и 6 часов 9 минут 9 секунд За это время на нашей планете сменяются 4 сезона года Один раз в 4 года Когда из-за оставшихся 6 часов наблюдаются дополнительные сутки Наступает високосный год В високосном году 366 дней Земля по своей природе нагревается неравномерно Неравномерный нагрев Земли Объясняется ее шарообразной формой Угол падения солнечного луча В разных районах различен А значит различные участки Земли Получают различное количество тепла В районе экватора Солнце стоит высоко над горизонтом И оно сильно нагревает Землю В полярных областях наоборот Низко Чем дальше от экватора Тем угол падения луча становится меньше А следовательно И меньшее количество тепла получают эти территории Когда Солнце в зените Его лучи падают отвесно Такое явление происходит в полдень На определенной параллели и в полосе между северным и южным тропиками На Земле не существует такого места, где Солнце в зените находилось бы постоянно Тропики и полярные круги разделяют поверхность Земли на пояса Различающиеся продолжительностью солнечного освещения и количеством тепла, получаемого от Солнца В зависимости от угла падения солнечных лучей и продолжительности светового дня Выделяют пять поясов освещенности Тропический пояс расположен между северным и южным тропиками Он получает наибольшее количество тепла и солнечного света В данном поясе круглый год высокая температура воздуха В пределах пояса выделяют два сезона Зиму и лето Умеренный пояс расположен между тропиком и полярным кругом Выделяют северный умеренный пояс и южный умеренный пояс В данном поясе Солнце летом поднимается высоко над горизонтом, но никогда не бывает в зените Зимой Солнце находится низко над горизонтом В пределах пояса выделяют четыре сезона Зиму, весну, лето и осень Полярные пояса расположены вокруг полюсов и ограничены полярными кругами Холодные пояса получают наименьшее количество тепла и света Здесь лето совпадает с полярным днем А зима с полярной ночью Полярная ночь и полярный день возникают вследствие того, что Солнце находится выше или ниже горизонта длительное время из-за определенного угла наклона земной оси Продолжительность полярного дня и полярной ночи в конкретном населенном пункте определяется его удаленностью от полюсов Под полярным днем понимается определенный временной промежуток Во время которого Солнце не заходит за линию горизонта более одних суток Данное природное явление можно наблюдать на территории России, Исландии, Финляндии, Швеции Полярной ночью называется период, во время которого Солнце не поднимается из-за горизонта более суток Полярные ночь и день появляются по одной причине Вследствие наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики 22 июня в Северном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь в году Это день летнего солнцестояния Летом Северное полушарие получает больше солнечного света и тепла, чем Южное На рисунке видно, что когда Солнце в зените над Северным тропиком То поверхность Земли между Северным полюсом и Северным полярным кругом вообще не попадает в тень Там Солнце не заходит за горизонт и несколько дней или месяцев длится полярный день В Южном полушарии все наоборот В затененной части остается весь участок между Южным полюсом и Южным полярным кругом И несколько дней или месяцев длится полярная ночь На Северном и Южном полюсах полярный день и полярная ночь будут длиться по полгода Чем дальше мы отдаляемся от полюсов к полярному кругу, тем короче становится полярный день и полярная ночь На Северном и Южном полярных кругах продолжительность каждого из них составляет одни сутки, то есть длится 24 часа Как только мы пересечем полярный круг, смена дня и ночи будет происходить каждые сутки После летнего солнцестояния в Северном полушарии еще лето, но день становится все короче, а ночь длиннее Через три месяца, 23 сентября, наступает осеннее равноденствие, день становится равен ночи В этот день Северное и Южное полушария получают одинаковое количество света и тепла 22 декабря в Северном полушарии наступает день зимнего солнцестояния Наступает самая длинная ночь и самый короткий день в году Теперь Южное полушарие больше повернуто к Солнцу, там лето После зимнего солнцестояния в Южном полушарии день начинает убывать, а в Северном прибавляться Через три месяца, 21 марта следующего года, наступит день весеннего равноденствия В обоих полушариях день станет равен ночи Земля продолжает свое движение по орбите и завершает свой годовой виток 22 июня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok